Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о ведьмах. А вы знали, что охота на ведьм ведется даже и по сей день? И это даже не метафорическая охота. Большая часть приходится на Африку, южную часть Тихого океана и Латинскую Америку, хотя иногда это случается и в США, и в Европе. По оценкам ООН, тысячи, возможно, даже миллионы человек подвергаются насилию, гонением или даже убийством по обвинению в колдовстве каждый год. В 2014 году в Индии медалист в соревнованиях по метанию копья подвергся нападению толпы из-за одного лишь обвинения в причастности к колдовству. В Гане даже существует несколько так называемых ведьминских лагерей, где могут найти убежище люди, обвиненные в колдовстве. В основном это пожилые женщины. А вот Южная Африка учредила антиведьминское подразделение в полиции. Подразделение было организовано доктором Кобусом, божественной гончей Йонкером, который хранил странные оккультные элементы в своем офисе. Животные черепа, свечи, изготовленные из человеческого жира и закованные в цепи Библии. Группа была расформирована в 2006 году после жалоб на преследование местных племен и вновь собрана в 2012 году под новым руководством и с важной целью предотвращение охоты на ведьм в сельских общинах. Тем не менее, доверие к новым 40 офицерам стоит под сомнением с их работой, сфокусированной на вампиризме, проклятиях, духовном запугивании и обвинениях в изнасиловании духами Токолоши. А вы знали, что когда-то люди полагали, что ведьмы должны были быть очень легкими, чтобы летать? Так что был придуман объективный тест по определению ведьмовства, взвешивание с Библией. Ох уж эта религия звучит вроде просто, но на самом деле это не так. В то время рукописные книги были здоровенными. Самая большая Библия весила почти 75 килограммов, а самая популярная на тот момент весила около 60 килограмм. Как ни странно, ведьм не сравнивали с какими-нибудь маленькими версиями Библии, что уменьшало шанс на оправдательный результат. Хотя, может, охотники на ведьм просто заключали договора с теми, кто это придумал. Но вообще, первое, о чем думают люди, когда слышат об охоте на ведьм, это, вероятно, Салем, штат Массачусетс. Было множество случаев охоты на ведьм до и после Салема. Многие из них имели куда более страшные последствия. В Салеме проживало всего 600 жителей, и 140 из них были преданы суду за колдовство. Из них 19 казней через повешивание, 7 случаев смерти в тюрьме, в том числе и двух детей. А также один человек был раздавлен камнями при попытке заставить его признаться. Салем был страшен тем, что в городе все знали друг друга, и в то же время любой мог обвинить кого угодно. Наша ведьма почти готова. Обязательно напишите в комментариях, какие еще интересные факты о ведьмах вы знаете. Автор самого интересного комментария попадет в начало нового ролика. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. С вами был ваш умный фломастер. До новых встреч, ребята.